Всем привет! Вы смотрите канал Финты WordPress и с вами Артем Абрамович. Продолжается сериал HTML WordPress и сегодня мы продолжаем делать страницу о нас. И сегодня мы будем выводить раздел на странице о нас, раздел наши сотрудники, или там наша команда он еще называется. Выводиться все это будет с помощью галереи, то есть это проформально, это просто картинки. Но прежде всего я предлагаю немножко подправить стили, то что я говорил в предыдущей серии. Я предлагаю подправить размер шрифта именно заголовков, потому что, ну, мне, например, так не нравится. Вы можете это не править, можете дальше немножко пролистать. Данное действие занимает немного времени, но при этом внешний вид становится гораздо лучше и красивше. Делается это все элементарно, давайте просто изменим размер шрифта вот в этом разделе. Ну, вот здесь 24 стоит, давайте 22 поставим. Сложного ничего нет, открываем файл стилей, находим вот этот вот раздел. Вот он, здесь вот у нас шрифты. Единственный момент, что у нас могут данные классы, могут встречаться где-то в других разделах. Поэтому я предлагаю не просто так изменять размер шрифта, а изменить размер шрифта через родительский класс. Родительский класс у нас, повторюсь, у нас формируется с помощью функции bodyclass. У нас в каждом теге body на каждой странице формируются свои классы. Например, да, вот у нас есть страница о нас, здесь есть page template class, есть главная page template class, тоже он здесь выводится. Поэтому я предлагаю именно на этот родительский класс подвесить изменения. Делается все тоже очень просто. Берем класс, копируем. И здесь изменяем размер шрифта. Вот и все. Сохраняем и давайте проверим, что получилось. Пожалуйста, да, у нас все изменилось. Все размеры изменились, нужные нам. Все, друзья мои, со стилями мы закончили на сегодня, да, по крайней мере на эту серию. Давайте теперь мы выведем нашу галерейку. Но, опять же, у нас здесь не просто галерейка, у нас здесь идет целый раздел на странице. Раздел называется «Наша команда», это может называться «Наши сотрудники» и так далее. Да, то есть, соответственно, нам нужно поле, именно чтобы можно было вводить название раздела, нужно поле с кратким описанием каким-то. И нужно поле с галереей. Давайте, собственно, эти поля все и сделаем. Ну, все как обычно, открываем наши метабоксы, находим, где у нас там были. Вот, страница настройки «О нас». Соответственно, у нас здесь есть быстрые факты, и давайте сделаем еще одну вкладку и назовем ее, ну, пусть будет «Наша команда», да. Ну, что ж, есть у нас два поля, теперь нам нужно сделать поле галереи. Для этого давайте посмотрим просто, вот здесь поищем у нас пример. Я знаю, что точно в настройках «Опшиус 3» есть формат галереи. Ну, вот, пожалуйста, есть у нас такой формат, давайте его скопируем. Ну, опять же, все поправим как положено. Все супер, у нас мы создали все, что нам нужно, наши поля. Да, единственное, что, ну, в данном случае, да, в описании я бы все-таки сделал редактор визивинг. Поэтому я здесь сейчас сохраню. Напомню, что, чтобы у нас в этих полях в текстаре был редактор визивинг, нам надо пропускать их через фильтр. Мы с вами создали для этого отдельную функцию в файле functions. Теперь нам надо просто-напросто повторить те же самые действия, но только для поля называется оно у нас вот. Так, не history, а descriptions, то бишь описание. Ну и, соответственно, то же самое. Есть, сохраняем, это сохраняем и давайте все проверять. Отлично! Вот наш раздел появился новый. У нас здесь есть даже визивинг редактора. Все как положено. Давайте теперь, ну, заполнить его надо. Итак, базовые элементы заполнили. Галерея, в принципе, здесь это стандартная галерея. Обыкновенная, как вот штатная галерея WordPress. И чтобы добавить в нее что-то, нам потребуется просто, ну, выбрать нужные картинки. Ну, сколько у нас здесь картинок должно быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, то есть шесть картинок в ряд. Ну, давайте поставим каких-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, здесь то же самое. Страница вложения здесь мы убираем. Колонок шесть. Размер миниатюра. Ну, пусть будет средний. Обновляем. Блин, вот у нас галерея. Обновляем. Ну, естественно, здесь у нас еще ничего нету. Поэтому нам надо вывести поля. Итак, открываем AboutPage. Открываем наш раздел UseTef. Здесь мы, как обычно, выводим наши поля. Выводим мы, как обычно, через условия. Можно даже вот это вот дело все скопировать. Давайте начнем сначала с заголовок. Так, за заголовок у нас отвечает вот это поле. Блинс, блинс. Единственное, здесь я бы, наверное, сделал, если в поле ничего нету, то вывести что-то по умолчанию. Ну, давайте так и сделаем. То есть пропишем условия ELSA. То есть, если в поле что-то есть, он выводит именно в поле. Если нету, если нету, тогда выводим, ну, допустим, просто наша команда. Да, или наша команда. Давайте проверим. Тыдыщ, есть наши сотрудники. Если мы здесь убираем заголовок, тыдыщ, наша команда. Все работает. Отлично. Так, теперь нам нужно вывести наше описание. В данном случае, так как мы используем редактор визивинг, нам фильтровать ничего не требуется. Соответственно, мы просто выводим наше описание, как, собственно, опять же, через условия небольшое, да и все, да. Тут даже P не имеет смысла использовать, то есть абзац. Потому что лучше, конечно, использовать даже не P, а какой-то div. Потому что у нас здесь получается, что мы выводим просто поле, а просто поле повисшее, ну, в верстке к нему будет сложно обращаться. Давайте какой-нибудь div пропишем. Ну, допустим, встав desk, так и напишем. Ну и, соответственно, не забываем поменять поля, нужные нам применить. Почему я сделал данный div? К тому, чтобы можно было при необходимости вот эти вот все штуки изменить. Потому что у нас здесь, вот в разделе, у нас здесь не просто так выводится, не один абзац, у нас здесь может быть несколько абзацев. Ну, давайте посмотрим. Ну, пожалуйста, несколько абзацев у нас здесь какой-то даже идут. Ну, да, вот список у нас идет, все как положено. Соответственно, если бы просто выводить как есть, но она будет вот H3 и тогда P пошли, не очень это удобно. Ну, по крайней мере, для меня. Ладно, теперь самое интересное, вывод галереи. Ну, с галереей здесь немножко посложнее, просто потому, что у нас она... Давайте посмотрим в документации, что у нас вообще выводит галерея. Итак, галерея. Вот, он здесь пишет, что данный тип выводит, возвращает список идентификаторов картинок, выводится через запятую. Соответственно, нам нужно написать с вами такую функцию, которая нам позволит вытаскивать все эти картинки. Ну, так как это ID, attachment of D, картинок, соответственно, мы можем выводить не просто картинки, а миниатюры. Миниатюра у нас имеет постоянный размер, что приводит к нужному нам результату. Чтобы было более так наглядно и понятно, давайте мы с вами... Я вот сейчас тут для примера все это дело выведу. Итак, у нас есть поле AboutStuffGallery. Мы сразу даем проверку, то есть, если что-то в этих полях есть, тогда мы выводим, а если нет, не выводим. Но давайте просто посмотрим, что нам выведет он. То есть, сейчас здесь должно быть список, да. Вот у нас список ID. Соответственно, нам надо получить из этого списка ID-шников какой-то массив. Для этого можно использовать функцию exploit, которая разбивает строку с помощью разделителей и создает из нее мастер. Давайте это и сделаем. Итак, давайте создадим переменную. Запишем в переменную значение нашей галерейки. И можно даже сразу здесь... Сразу. Ну, смысл какой нам все это городить лишнее. Давайте мы вот сразу здесь записываем строку. А здесь мы указываем, что у нас разделителем является запятая. И давайте, как обычно, распечатаем то, что у нас получилось. Ну, смотрим, что у нас получается. Сейчас должен быть массив. Да, вот он появился, массив. А это вот то, что мы переводили. Отлично! Теперь с помощью этого массива мы можем, перебирая FORGE, мы можем передавать нужные значения ID-шников в нужные нам функции и получать картинку. Давайте это и сделаем. Вот это нам пока не нужно. Print мы пока оставим. Ну и давайте писать FORGE в цикл. В цикл мы передаем значение нашего массива. Ну, можно здесь, в принципе, любое. Давайте напишем item. Ну, то есть, какое-то значение. Тут это не важно, на самом деле. Итак, давайте попробуем получить значение нашей картинки. Есть такая функция, вот, VP-Gate-Attachment-Image-Screen, SCR. Вот ей будем пользоваться. Давайте посмотрим. Вот эта функция. В нее мы передаем значение item. Давайте еще раз теперь распечатаем, как у нас это все дело выглядит, именно переменную item. Ну, вот мы ее разделили, и она теперь, ну, такая вот, да, как бы, массив такой вот. Итак, мы передаем значение массива, то есть, нашу переменную вот сюда. Ну, размер, 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 давайте укажем medium. То есть, это тот размер по умолчанию, который у нас установлен уже в настройках. Можно, кстати, проверить. Так, настройки, настройки media. Это тот, который идет средний размер, вот, 300 на 300. Он называется medium, насколько я помню. И иконки, иконки нам не нужны. Все. Теперь давайте распечатаем значение уже image. BDINs. Смотрите, что у нас получается. У нас мы получаем массив со значениями. То есть, у нас выдается ссылка, ширина и высота. Все отлично. Все то, что нам и потребовалось. Теперь нам осталось все это дело только оформить. Опять же, так как у нас идет здесь, напомню, что у нас в исходном идет, ну, именно вот эта задержка, да, красивости вот эти вот. Соответственно, нам нужно здесь опять какой-то счетчик ввести. Ну, давайте введем, ну, пусть будет L. Начинать его будем с единицы. Здесь теперь вот мы лишнее убираем. Давайте сейчас переменные PHP расставим, так, чтобы у нас все это дело получше оформлено было. Отлично. Теперь мы берем вот этот наш, та часть, которую отвечает у нас за галерею. И, соответственно, начинаем ее выводить. Так, наш div перед циклом и после цикла, но внутри условия. Обратите внимание, чтобы у нас, если у нас нет картины, чтобы у нас ничего не выводилось. И теперь берем вот этот div и пихаем его уже внутрь цикла. И теперь, во-первых, мы выводим здесь значение нашего счетчика. Ну, я где-то уже показывал, по-моему, на главную мы где-то с вами так выводили. Эхо L. Есть. Здесь у нас все нормально. Чтобы нам получить ссылку на нашу картинку, нам нужно взять просто нулевой элемент нашего массива. Соответственно, выглядеть это будет примерно так. Так, эхо. Ну, можно прям скопировать. Эхо. Ноль. Вот это будет у нас первое значение нашего элемента. В принципе, в принципе, все. Можно посмотреть. А, надо, чтобы счетчик у нас постоянно нарастал, нам надо здесь вот, давайте сделаем плюс-плюс. Чтобы он каждый раз прибавлял плюс один. Сохраняем, смотрим, что у нас получает. D-D-H. Видите, как круто. Картинка есть. Она выводится 300 на 300. Здесь счетчик DLF есть. Ну, в смысле, длительности. Все отлично. Собственно, получили то, что хотели. Надо теперь убрать лишнее. Вот эту штуку мы убираем. Ну, в общем, надо навести порядок. Так, все есть. Это есть. Данные мы получили. Все отлично. Единственное, что у нас здесь с вами не работает анимации. А не работают они просто потому, что мы нашу функцию, которая отвечает за анимацию, вот эту Wow, мы ее подключали так, чтобы она работала именно на главной странице даже. Причем не просто на главной, а именно на шаблоне главной страницы. Поэтому давайте мы ее перенесем. Причем даже не перенесем. Я предлагаю пока, пока мы все эти дела наши делаем, да, пока вот это условие, что у нас выводится только на странице, на главной, мы пока его просто уберем. И давайте посмотрим, что у нас получает. Блинцы, выезжает, все красиво, анимашки все работают. Вот так вот. Сегодня мы с вами сделали раздел «Наша команда» и в следующем видео, я думаю, мы, наверное, закончим уже со страницы About и будем дальше пилить нашу тему. На этом у меня сегодня все. Если у вас возникли вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok